Всем йо, мальчишки и девчонки, с вами Нитрич и играем мы в New World. Сегодня хотел бы вам рассказать свои впечатления о игре и о ЗБТ, которая проходит с 20 июля по 2 августа. Релиз данной игры назначен на 31 августа. Издатель и разработчик игры Amazon Games. В стиме она стоит 1300 рублей для русского региона. Сразу отвечу на ваш вопрос, а что с БДО? Ты что забиваешь? Нет, ребята, БДО прекрасная игра, она мне очень нравится и я с Вульфи продолжу в нее, конечно же, играть и выпускать видосы, радовать вас стримами и контентом. Давайте вернемся к New World. Как только заходишь в игру, ты можешь выбрать мужского, женского пола персонажа. Персонаж тут единый. Кстати, мне это понравилось. Здесь раз нету, все люди. Затем тебя бросают на рандомную точку твоего появления, то есть стартовую локацию. Карта здесь вот такая большая. То есть если вы будете играть с друзьями и захотите, к примеру, на старте, на стартовой локации появиться в одном месте, вам должно фартануть. Либо создаете чары, удаляете и по новой. По-моему, так эта система работает. Обижать друг другу нет никакого смысла. Ну, не волнуйтесь, чуть дальше по главному квесту вы, конечно же, воссоединитесь. Сразу же понравилась механика выбора оружия и прокачки умений, а также выбор класса, за который вы будете играть. Что мне понравилось именно в прокачке оружия? То, что когда ты бегаешь с любым из этих видов оружия, добивая монстра, либо просто один раз ударяя, и, к примеру, если ты ударил копьем и потом полностью снял оставшееся хп луком, то у тебя прокачивается и копье, и лук. Одновременно ты сразу носишь два оружия и переключаешь их между собой. На каждом из оружий ты можешь взять три скилла, то есть три ячейки под скиллы. На первый взгляд это покажется, типа, ой, три скилла всего. Я тоже думал, блин, три скилла, но на самом деле, учитывая, какая скорость боевки, ты этим проникаешься и тебе этого достаточно. Три скилла использовал на одной пушке, переключился три скилла на другой, и уже у тебя три скилла с другой откатились. Также есть еще и комбинации, ты можешь делать комбинации, потому что на скиллах есть ошеломления, станы. Каждый твой удар стагерит врага. К примеру, в БДО, в БДОшнике не знают, что такое стагер. Стагер это когда ты ударил врага, и он так немножко дернулся, ты можешь прервать таким стагером его атаку, к примеру. В любой момент ты, если захочешь, перекачаешь оружие, просто побегаешь с другим, то есть не надо пересоздавать другого персонажа. Ты вообще можешь прокачать все пушки, но когда ты заходишь в оружие, у тебя есть слева и справа по ветке скиллов, пассивки, активки. Вот максимум можно, по-моему, использовать 19 скиллпоинтов, то есть ты должен выбрать, какие скиллы возьмешь. Еще круто здесь то, что прокачиваются у разных видов оружия, соответственно, разные показатели. К примеру, всякие древковые оружия, ружья, лук, рапира, топор одноручный, одноручный сворд. Они имеют показатели как стринжи, так и с дексты, то есть силы и ловкости. И так вот смотришь, к чему относится твое оружие, и этот показатель прокачиваешь. На каждом уровне, допустим, вот ловкости, тебе добавляются дополнительные статы. И так потихонечку все прокачиваешь. Но вот эти поинты ты получаешь уже непосредственно за уровень, за уровень персонажа. А в Апан Мастере уже за прокачку пушек. Давайте покажу теперь, как проводятся сами, к примеру, комбинации. У тебя вот три скилла одного вида на оружии, три скилла на другом. К примеру, ты выстрелил издалека, просто автоантакой. Затем выстрелил еще дальним каким-либо скиллом. Затем прыгнул, кьюшечку нажал, сделал кувырок, побежал, переключился на топор, к примеру. Пробафался, зашел за спину врагу, нажал эрку, пошла комба, опять отскочил, достал лук. Отошел на расстояние, выстрелил, снова отошел, выстрелил уже скиллом, опять перешел на топор. Сейчас у меня просто по одному скиллу здесь взято. Но, как понимаете, да, с каждым оружием по три скилла. То есть, в принципе, комбить можно. И при этом ты можешь и ошеломить, и застанеть, и быть в устойчивости, как в Black Desert. Но нужно читать, что написано на скиллах и изучать. То есть, комбинации мы здесь можем творить. Еще круто сделано то, что можно бегать в легкой, тяжелой и средней броне. И все это со своими бонусами. Бонусы легкой и тяжелой брони, также средней, можно посмотреть вот здесь, открыв инвентарь. Чем больше весит ваша экипировка, тем больше забивается у вас вот эта полоска веса. Ну, соответственно, чем больше она забивается, тем быстрее вы уходите либо из лайта в медиум, либо из медиума в хэви. Ну, либо наоборот, понижаете свой вес. И тут дополнительные статы идут. Но всякие нюансы и прочие гайды об игре, это уже будем писать отдельные видосы. Сейчас мы просто слушаете, чем она мне понравилась. А дальше уже для себя решаете, попробовать эту игру или нет. Давайте теперь посмотрим видео, которое я записал непосредственно в бою. Система боя завязана на уклонениях и ты расходуешь стамину, когда делаешь эти уклонения через шифт. Тут как такового бега через шифт его нет. Также здесь очень важны блоки. То есть ты можешь отразить удар врага и тут же его подловить на этом. И что самое крутое, на мой взгляд, мне понравилось больше всего. Это большое взаимодействие с ландшафтом, на котором вы сражаетесь. Можно спрятаться в любой момент за дерево, за камень, обойти врага и занять позицию выше. Допустим повыше. Вот у нас пастик любит забраться на камни какие-нибудь, на горы и оттуда с ружья стрелять. На первый взгляд вам поможет показаться, что тут очень медленная боевка. Но когда вы зайдете и попробуете сами подраться, поверьте, буквально пару секунд замешательства и вы уже мертвы. Нужно очень быстро принимать решение. Попрошу вас, ребяток, сразу же сравнивать эту игру отдельными деталями. Ну, не так, что, как вы привыкли, ой, тут графика хреновая, не такая, как в БДО, все, я не буду играть. Ну, с другой стороны, если ты не будешь играть, ну ладно, тогда что, пропусти игру. Просто каждый день, каждую неделю, каждый месяц выходит очень много игр, которые я, к примеру, пропускаю. Но вот эта игра, в которую я попал, меня позвали, она мне очень понравилась. На самом деле, тут графика своя, и вообще, когда я отыграл первые часов пять, я понял, что тут свой мир. Что касаемо графики, она приятная, своеобразная, не режет глаза. К примеру, я вот помню, стартовал я в Терри, первые пять-десять часов играешь, потом просто у тебя как будто сварка в глазах. В Black Desert то же самое. Тут как-то вот, ну, не знаю, вот реально восприятие глазу, оно какое-то приятное, графика приятная. Она не суперская, не модная, не супер-пупер модная, она своя. К примеру, в World of Warcraft тоже своя графика со своеобразным миром. Так что, мне кажется, эта игра найдет свою аудиторию 100%. Также мне очень понравилось, что тут дикий нон-таргет, и он очень привязан к деталям. К таким, как попадание в тело, в голову, либо в ноги. К примеру, если игрок закрылся маленьким щитом, я все равно могу попасть ему выстрелом в голову. Разное оружие дает разную ширину блока. Копье, когда встаешь в блок, тебе противник за спину, уже ему нужно больше, как бы, обходить тебя сбоку, чтобы запрыгнуть, потому что копье же длинное, и вот все эти нюансы, они здесь учтены. Также еще по поводу дикого нон-таргета, здесь очень крутая баллистика, то есть она на самом деле существует. Чем цель дальше, тем тебе с лука, к примеру, нужно целиться выше, чтобы стрела прилетела в нужную позицию. Также, допустим, если ты просто бежишь налево, либо направо, а в это время в тебя стреляют, так действовать нельзя. Нужно бегать постоянно змейкой. Все как в реальной жизни. Отмечу также, чем бы ты в этой игре не занимался, все дает опыт. К примеру, у вас задание, убить 8 зомби, там, вас послали, там, сходить в заброшенную деревню, там, 8 зомбаков, но при этом вы убили кабана, пока бежали туда, обшкурали его и получили дополнительный опыт от убийства. Кабана это раз, получили опыт к персонажу. Во-вторых, вы прокачали свое оружие, воспользовавшись им для убийства. В-третьих, вы прокачаете навык сбора шкуры и мяса, когда ножом сделаете сбор. И за это вам еще дадут не только опыт в ремесло, но и опыт, опять же, персонажу. Либо по дороге собрали ветки, цветы и тоже получили опыт. И все это не напряжно. То есть по дорожке делаете. Конечно, можно просто топить, топить одно ремесло, но это уже на любителя. Вот по поводу ремесла и системы прожатия скиллов, именно системы сбора, рубки деревьев, сбора мяса, вот это вот с монстров, то, что ты его должен так вот сначала выловить, убить. Я бы здесь прямо отметил игру Альбион. Такое чувство, что вот я когда заходил в Альбион, я буквально где-то, наверное, недельки две поиграл в Альбион. Там графика тоже такая своеобразная и тоже не напряжная. Давайте теперь поговорим про экипировку и то, что мне понравилось. То, что вы в любой момент можете сменить оружие и прокачать другое. В любой момент можете им воспользоваться. Но здесь есть привязка по левелу. Вот, к примеру, лук. Чтобы его одеть, нужен 18 уровень. Также, как видите, на этом оружии есть дополнительные статы. Декстери, ловкость плюс 13. И ниже идет какой-то прокнул скилл. По-английски сейчас переводить не буду. Кстати, русификацию обещают, обещают, но когда, пока неизвестно. Если у вас есть какая-то об этом информация, напишите, пожалуйста, в комментариях. Или, может, вы что-то слышали от других блогеров, стримеров. Так вот, чем же классна экипировка? Во-первых, то, что когда ты, если что-то будешь крафтить, оно может прокнуть с разными статами. Во-вторых, что ты одеваешься не сразу в одни и те же вещи. Вот, допустим, как в БДО. Ты просто одел вещи и постоянно у тебя одна и та же внешка этих вещей. А тут вещи выглядят еще по-разному. То есть, когда ты ее снимаешь, она как-то меняется. Ты одеваешь вот то, что ты одеваешь, металлические наручи. Вот они металлами показаны. И так далее. То есть, все выглядит очень классно. И ты будешь бегать постепенно, менять, 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 менять все это с уровнем. К примеру, если ты что-то хочешь скрафтить, тебе нужно насобирать ресурсы, подойти в городе к станку. Допустим, штаны хэви скрафтишь. И при этом у тебя рандомным образом прокнет, допустим, вот как у меня сейчас на штанах, 4 стрэнжи, 7 дексы. А может прокнуть, к примеру, интеллект. То есть, вот такая вот здесь штука с экипировкой. По-моему, в Терре такая же была система. Да я думаю, что во многих ММО, когда что-то крафтишь, там прокуют в эти статы, во многих она сделана. Максимальный левел здесь, по-моему, 60-й. Еще мне очень понравилась сама система ПВП. То есть, когда ты находишься в городе, нажимая букву У, ты можешь войти в ПВП режим, либо выйти из ПВП режима. Вот как сейчас. ПВП Enabled. ПВП Disabled. Я могу включать и переключать эти ПВП режимы только в городе. То есть, если человек вдруг внезапно захотел на меня напасть, и у него это не выйдет. Ему нужно сбегать в город и только потом включить ПВП режим. То есть, по сути, ты в ПВП в этой игре всегда готов. Никто тебе в спину не ударит. Ты, если не хочешь драться, ты не включаешь ПВП режим. Многие, кстати, в Black Desert писали, что, типа, вот на меня нападают неожиданно, типа, и это очень плохо, мне это не нравится. В этой игре, к примеру, такого не будет. Неожиданностей не будет. Что-то я, ребята, отдалился от темы и начал рассказывать про нюансы игры. Я думаю, для этого нужно отдельное большое видео. Я сделаю как видео для старта, то есть со всякими фишками, как стартовать, на что обратить внимание, какие фишечки вы можете использовать, чтобы облегчить себе игру и жизнь на старте. Здесь вы поддержите мой новый контент лайком, чтобы я увидел, что вам интересна эта игра. И в дальнейшем буду выпускать про нее гайды. Ну и, конечно же, я вас всех жду на стримах, чтобы мы вместе разбирались и изучали новый мир. Так вот, что мне еще зашло, кроме атмосферы и ведения боя? То, что тут есть как мотивационные моменты, так и моменты, в которых ты просто занимаешься поиском фана. И при этом получаешь бонусы. Как это выражается? Вот смотрите. К примеру, я играю с другом. И нам надоело бегать по квестам. Мы просто смотрим, ага, вот этот форт принадлежит другой фракции. Мы пошли туда, постояли на флаге и захватили его. Сразу прибежала вражеская фракция и начался замес. А убивая врагов, ты получаешь опыт уровня героя, а также опыт на то оружие, которым ты воспользовался. Также еще с шансом выбиваешь рандомные вещи с убитых персонажей. Но не их вещи. А как будто бы ты в миру убил монстра, либо босса. Может выпасть все, что угодно. Или, к примеру, можно пойти и сделать засаду на каком-либо из квестов и начать там замес. Да, конечно, может прийти больше врагов, чем твой отряд, к примеру, из трех человек. Тогда можно постреляться издалека и свалить. Либо пойти поискать другое местечко. То есть при желании, пвп найти тут можно массу. И разработчик обещал какую-то крутую арену. 15 на 15 или 20 на 20, я пока что точно не знаю. Также здесь существует система захвата территорий, в которых вы можете принимать участие. Про систему захвата территорий тут вообще отдельный видос, там очень много инфы. Но так вкратце, я так понимаю, фан в чем будет вообще ловиться фан. Когда стартует игра, вот этот территорий беленьким показываются. Вот это сейчас уже фракции позахватывали. Фиолетово, зеленое, там золотая фракция захватывала всех городов. А изначально город у вас вот просто так. Ты отдаешь, по-моему, 100 тысяч золота. Ты отдаешь, покупаешь в своей гильдии этот город, и он принадлежит твоей фракции. А город развивается следующим образом, что там улучшаются станки. Но этот город на твой может напасть другая фракция. Она приходит, то ли выполняет квесты здесь, то ли что-то делает. В общем, напишите в комментариях, кто уже в курсе. И затем появляется, типа, кнопка «Можно будет напасть». То есть им надо будет сначала заработать это нападение. Появляется кнопка «Напасть», и тот, кому принадлежит замок, он выбирает время обороны. И затем, получается, начинается массовая, ну, осада. Также просто на город может напасть толпа монстров. Вот просто монстры могут напасть. И, таким образом, если фракция не будет записываться на защиту города, по-моему, с 50-го левела, то город становится просто потерянным и становится ничейным. То есть вот беленькая снова становится локация. Ну, это так, чисто рассказываю, чем здесь классно и чем можно позаниматься. Также мне здесь понравилась система передвижения. Многие на стримах, я заметил, что сказали «слишком долго бегать пешком». На самом деле, с 15-го левела вам начинают уже по квестам давать азот. Этот азот также вам дают еще не только по квестам, а за убийство монстров, пвп. Азот необходим для того, чтобы, когда вы что-то крафтите, добавили его, и у вас появляются дополнительные проки на оружие, как вот, допустим, скилл. Как два скилла, видите, вот эти пассивные появились. Не скилла, а две пассивочки с дополнительными эффектами. Азот нужен туда, азот нужен на телепорты. Вот, к примеру, я нахожусь в безопасной зоне. Могу выбрать город и нажать туда «Fast Travel» и за азот, за 39 азота перелететь туда. Также на территории, на знаках вопроса, ты можешь открывать вот такие вот «Fast Travel», то есть точки, куда можно будет телепортнуться. Я думаю, что после 15-го, 20-го и там выше уже проблем с этим не будет. Постоянно все будут телепортироваться. Да, конечно, не спорю, плохо, что нету маунтов. Но также есть еще фишки. Вот, как видите, вот этот знак луны. Это вы в таверне можете записаться в любом городе и «Recall to Inn» сделать. Извините, конечно, за мой английский. Раз в час телепортнуться туда, куда вы записались. Также в игре есть установка кемпа. И мне очень понравилась эта система. К примеру, смотрите. Вот я отбежал от города, да? К примеру, мы действуем группой людей. Мы хотим напасть вот на этот форт, завязать тут движуху, чтобы началось ПВП. И чтобы когда меня убьют, чтобы мне не резаться в городе, я в любой момент могу поставить кемп. Я поближе к форту ставлю кемп. Если я умираю, встаю на кемпе, бегу дерусь. Таким же образом можно кемпом пользоваться как возвратной точкой. К примеру, я взял в городе квесты, побежал, сделал здесь квесты, умер и встал на кемпе. Ну, к примеру, вот этот кемп. Ставится он за ветки и камень. Ветки и камень ты постоянно можешь найти вокруг себя. Очень просто. И также в этом кемпе можно производить крафт. Уровень кемпа ты можешь повышать. Вообще прикольная система. Еще в этой игре огромная социальная составляющая. Я уже не говорю про гильдию. Мы это как бы не берем в расчет. Это в любой гильдии социалка есть. Хотя в БДО социалка такой себе. Ну ладно, смотрите. Здесь все завязано в социалке, именно на ПВП. Социальная составляющая она в чем будет? В том, что ты, допустим, когда за тебя бежит твой кореш, он на хиле. А ты в хэви арморе. Ты можешь его дефать, драться спереди, а он будет тебя подхиливать сзади. Также какие-то дополнительные бафчики может кидать. Я пока что не знаю, здесь про бафы есть или нет. Вот. Также социалка в том, что тебе нужно проходить какие-то квесты сложные. Либо убить боссов, либо разломы. Также здесь социалка в чем? В том, что ты можешь торговать на аукционе своими предметами, либо там шкурами, ресурсами. И здесь, кстати, есть трейд. То есть ты можешь подбежать к человеку, нажать трейд и передать что-либо. Ну и давайте теперь о минусе, который я нашел. На мой взгляд, единственный минус, который мне не давал покоя в этой игре, это то, что нет радара. В других играх я привык ориентироваться по радару. Я и союзников лучше вижу по радару. Я и врагов вижу лучше по радару. Но давайте подумаем. Если бы в этой игре был радар, то получается, если я бегу, и человек спрятался за деревом, либо он сзади меня, когда я разворачиваюсь, что кто-то выстрелил, я сразу бы понял место его расположения. А таким образом мне нужно подождать, пока он еще раз выстрелит. Он еще раз стреляет, я смотрю, ага, уже значит с горы стреляет. То есть радар бы сразу выдавал твое местоположение. Окей. Но очень неудобно без радара пользоваться в городе. Постоянно приходится открывать карту и понимать, куда тебе нужно сбегать. Либо ты хочешь что-нибудь покрафтить на кухне, либо ты хочешь подбежать к складу. Автопути нету. То есть было бы хотя бы в городе, чтобы нажимаешь, ПКМ нажал, нажал бежать, и он сам добежит. Ну, к сожалению, нельзя. То есть вот в городе лично мне неудобно это. Напишите обязательно в комментариях под видео, что вам показалось минусом. Либо небольшим минусом, либо большим минусом в этой игре. Да, конечно, есть азимут. Можно им пользоваться без проблем. Также на азимуте отмечены, ты можешь поставить точку, и она будет видна, куда тебе бежать. Но когда у тебя много точек на азимуме горит, все равно путаешься. Также, когда ты действуешь в пати, у тебя по углам экрана показывается, где находится твой сопротивец. Ты посмотришь в ту сторону, и, соответственно, его найдешь. Огромным и жирным плюсом, который бы я выделил в этой игре, является интеллект монстров. Они не только тебя могут закайтить, отскочить от твоего удара, но и постоянно держаться на дистанции, кидать какую-то магию. Вот, к примеру, дерешься ты с пиратом, который всего 12 уровня. Еще только начало игры, считай. А он с двумя пистолетами, он издалека в тебя стреляется, хоп, подскочил, ударил тебя прикладом, отскочил в сторону. Дрался я с волком, он начал меня по кругу кайтить, вокруг меня бегать. Также мне встречалось привидение, и всего лишь у привидения был 17 уровень. Так оно какие-то невероятные вообще пируэты творит. То есть интеллект здесь у монстров, ну, серьезный. И ребята мне подсказали, мои сопартийцы, которые докачались уже там до 30-го левела, я сильно не спешил, много времени на именно прокачку на ЗБТ не уделял. Вот, у меня сейчас всего лишь 21-й. Но сказали, что на 30-м левеле, особенно в каких-нибудь уже, когда спускаешься в подземельях, то вообще жесть. Нельзя ни в коем случае пропускать, когда в тебя кто-то стреляет из монстров. Нужно всегда оставить блок вовремя и все такое. Давайте подведем итог. Чем меня цепанула игра? Ну вот серьезно, если из последних, которые я играл и мамошки, это были Lost Ark и Bless Online. В Bless Online я зашел и понял, что игра опоздала на миллиард лет. В Lost Ark я зашел и понял, что аудитория у этой игры будет маленькая, потому что вид сверху. Но в Lost Ark была классно сделана арена. Но на одном PvP не выйдешь. Лично в этой игре я ее супер-пупер расхваливать, конечно, не буду. Говорить, что вау, эта игра круче всего-всего-всего-всего на свете. Но, учитывая, что она стоит 1300 рублей, к примеру, если взять вообще любые игры по 1000 рублей, я думаю, она достойна этих денег. Вполне. Потому что даже если ты здесь захочешь провести какое-то время, не захочешь достичь какого-то супер-пупер результата, нагнуть всех, быть в топовой гильдии, просто пофаниться, походить, посмотреть, крафт, саму боевку, покачать разное оружие, да и вообще насладиться миром и изучением его, на квесты, я думаю, тут все будет интереснее и интереснее с каждым уровнем. Потому что я уже столкнулся с некоторыми трудностями. А может быть, все-таки это знание английского языка. Ну, ладно, скажу так, помимо боевки и мира, в который я погрузился, что еще из плюсов? Да, пожалуй, это и все, и этого достаточно. Этого достаточно, чтобы здесь, придя с работы, провести комфортное время. Лично я эту игру рекомендую. А вы уже сделайте вывод для себя сами. Если все еще сомневаетесь, заходите на стримы для общения, конечно же, мы все это обсудим. Ой, самое главное, ребят, чуть не забыл. Это же у нас идет локализация, это не русская. И плюс у нас там есть разные сервера. Смотрите, что касается пинга. Вообще, я живу в Вологодской области, это 700 километров от Москвы. У меня пинг здесь сотка. Но, допустим, если сравнивать с пингом соткой в БДО, там игра быстрая и рассинхроны частые. Так как здесь боевка происходит медленнее, этот рассинхрон в 100 пинга не заметен. Но, также я воспользовался VPN-гейм. Если вам нужно уменьшить свой пинг, то ссылочку я оставлю под видео. Благодаря ему у меня пинг стал 25. Там всего лишь 6 рублей в сутки. VPN и самая главная крутецкая фишка в нем, то что, когда вы его включаете, у вас на компьютере только игра. Только игра запускается под VPN. Все остальное, как ваш IP-шник. Что касается FPS. FPS здесь дико просаживается в городах. Пока я не знаю, как здесь будут проходить сражения, когда там 30 на 30, 100 на 100. Что вообще будет происходить с FPS. Но здесь есть в игре, в самой игре, лог FPS в настройках. Ты можешь его поставить там на какую хочешь позицию, чтобы не было у тебя жесткого напряга с системой. Вот этот лог FPS, 60 FPS, можно 30 поставить. Это, пожалуй, что касается комфорта. Я хочу, чтобы вы обязательно подписались на канал, так как я постараюсь набрать аудиторию по этой игре, чтобы у нас была не только аудитория по Black Desert, ну и своим ребятам, которые из Black Desert. Я хочу, чтобы они меня поддержали, потому что когда я начинал играть в Lost Ark, они меня вот там проигнорировали. А тут я вот, пожалуй, это отмечу. Обязательно поддержите меня в этом проекте. Кстати, многие уже потихоньку начали в него играть. Но еще раз, еще раз подчеркну, что мы не бросаем Black Desert. Мы просто смотрим эту игру, изучаем, и, может быть, все-таки удастся совмещать. Потому что тут, когда ты докачаешься до 60-го левела, тебе не нужно будет бегать по одному и тому же споту, допустим, по 200-300 часов, как в BDO. Может быть, ты сюда зайдешь и попанишься компанией. Ну вот, пожалуй, и все, ребят. Подписка, лайк, все дела. А я желаю вам, конечно же, получать удовольствие от игры. И до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok